Хочется рассказать вам про косилку, которую мы видим здесь Косилка Крона Изикат В870 ЦФАУ Коллег Немножко расшифрую само название этой косилки Цифра 870 как бы обозначает ее ширину захвата Это 8,7 метра чистого захвата по брусу Хотя косилочная брусия здесь по 3,165 чистого захвата Ну, соответственно, есть фронтальная косилка спереди Две задние навесные сзади В совокупности они дают 8,7 метров чистого среза Как правило, в белорусских условиях эта коса навешивается на трактор МТЗ-3022 Ввиду того, что у данного трактора есть передний вом По мощности же этой косилки достаточно 240 лошадиных сил То есть фэнд, либо любой импортный аналог, который имеется в хозяйстве В пределах 240 лошадиных сил, может использоваться с данной косилки без проблем Вот, она выйдет на полную производительность Производительность данной косилки от 9 до 12 гектар в час Может выдавать данная косилка Значит, на ней установлена битерная плющилка В самом названии этой косилки есть слово ЦФАУ Немецкая цифра, буквы ЦФАУ вернее Это означает, что на ней установлена плющилка То есть кондиционер для трав, на котором стоит вал Диаметром 64 см На нем устанавливаны битера, которые кондиционируют массу Здесь же стоят редуктора, на которых есть специальные рычаги При помощи которых данную косилку можно ставить в режим 600 и 900 оборотов Также на краю косилки есть управление рифленым щитком Который либо подводится к битерам, либо отводится То есть можно создавать максимальную и минимальную агрессивность воздействия на травостой Хочу рассказать про привод данной косилки Примечательно, что эта косилка не имеет в своей приводной части никаких ременных передач Которые, как правило, скользят и эти ремни очень быстро подвержены замене Особенно при хорошем травостое Данная косилка приводится в действие при помощи карданных валов и мощных больших редукторов Значит, на данной машине есть своя бортовая гидравлика В частности, она оборудована на этой части косилки Здесь радиаторы есть для охлаждения, емкость для масла Эта система способствует этой косилке, чтобы она автономно работала Независимо от трактора, чтобы шло охлаждение масла Оно не закипало в тракторе Есть такая практика, к сожалению Если с фендом, допустим, такая практика не просматривается С отечественным трактором при долгой работе косилки При хорошем травостое бывает такое, что Ранее было, когда данной системы не было Что закипало масло и приходилось ждать, охлаждать Про включильный аппарат хочется сказать На данной косилке установлен битерный включильный аппарат Для злаковых трав Диаметр вала, на котором установлены битера 64 см И на нем по периметру установлены битера Которая находится вот здесь, если мы можем вести здесь Значит, и на каждом редукторе, включая фронтальную часть Значит, установлены вот такие переключатели на редукторе С помощью переключения редуктора в одну или во вторую сторону Значит, ну не буду переключать, тут надо защёлочку отодвинуть Значит, есть 600 и есть 900 оборотов Для чего это нужно? Есть разные травостои по своей влажности По своей специфике Можно максимально агрессивно действовать на травостое Можно минимально на травостое действовать С обратной стороны косилки есть ещё очень важная деталь Которая способствует вот эта система Здесь есть 7 ступеней Есть специальный рычажок Под этим щитком находится рифлёный щиток Который с помощью вот этого рычага Мы можем либо подводить к битерам Либо отводить от битеров Тем самым создавать агрессивность воздействия на травостой Принцип фронтальной косилки здесь точно такой Брус у неё имеет ширину от ножа до ножа 3,165 Значит, 3 метра 16, грубо, сантиметров Также приводная часть у неё ведёт это карданные валы И мощные редуктора Здесь нет никаких временных передач Опять же, на редукторе установлен у нас рычаг Который переключает плющильный аппарат на 600 и 900 оборотов Значит, брус, опять же, сварен по периметру Не сказал ещё самое главное На всех брусах крона установлена самая интересная И, наверное, самая по своей специфике Малозатратная система защиты от камней Ну, то есть, поля, как вот здесь видим Здесь есть камни Вот, и система работает таким образом Значит, система работает таким образом На каждом модуле, который установлен сверху тарелки Каждый модуль Он имеет систему защиты Немцы назвали её система SafeCAD Что она из себя представляет Мы видим планетарное расположение здесь, значится, дисков Вот, и когда камень, либо инородный предмет попадает в диск На модуле имеется специальная резьба Вот, и есть два штита, которые при ударе срезаются И по инверционной силе удара, значит, диск раскручивается по резьбе И уходит в зоны действия второго диска Тем самым не происходит удара диска об диск Ранее, когда данной системы не было То происходил удар диска об диск И в зависимости от силы этого удара Могла вылететь либо одна, либо две, либо пять шестерён Которые находятся внутри бруса Субтитры сделал DimaTorzok